Здравствуйте! Я хочу вас познакомить с новыми произведениями известного чеченского поэта. Хорошего поэта, поэт, который живет в созданном и поэтическом мире, творит в этом мире и выдает там свои мысли, положенные на бумагу, строки, строфы, туплеты, поэмы. Баллады, романы, стихах. Это человек, который мыслит не так, как все поэты. Вообще у них особый дар, особое мышление. Поэтому-то они и поэты, поэтому-то они и ценны нам своим мышлением, своим мировоззрением и, стало быть, своими произведениями. Хороший поэт, он остается в памяти, в памяти людей, в памяти народа. Сегодня, может быть, поэт не всеми понятый, не все разделяют его взгляды. Порой не понимают его. Такое тоже бывает. Когда пройдет пятьдесят, сто лет, будут думать, боже мой, какой же поэт жил в то время. И вознесут его. Такое тоже бывает. Ну, есть поэты, которые показывают себя сегодня с большой буквы. К таким поэтам относились, у нас были такие поэты, у нас есть такие поэты. Чеченская литература богата насчет этого. И среди этих поэтов особая яркая звезда, поэт, о которой я сейчас буду говорить. Поэт хороший, как и любой поэт. Хулиганистый, непунктуальный, каждый раз любит опаздывать, но как поэт хороший. Мой гость, который недавно получил высокое звание, народный писатель Чеченской Республики. Астабек Тугузов. Да, маршал Гыл. И я тебя поздравляю с этой высокой наградой, с этим высоким званием. Народный писатель, хотя я не совсем понимаю, почему не народный поэт. Ну, народный писатель тоже хорошо, тоже неплохо. Итак, поэт, я хотел с тобой поговорить о поэме Ребек Хаджи. Ну, мы поговорим не об этом, но хотя бы до того спросить у тебя о твоих задумках. О задумках, вот ты мне только говорил, собираешься писать о каком-то Хаджи, собираешься писать, или пишешь уже написал 1500 строк о Зильмхане. Эти глыбы такие исторические. Кто тебя надумал писать, откуда взялась эта идея, скажем, написать о Зильмхане? Я начал в первую очередь с шейха Мансура. Мы уже про шейха Мансура тоже в передаче предыдущей говорили. А потом я уже после шейха Мансура я перешел к Зильмхану. Зильмхан для меня тема особая. Я ее развил в определенном порядке, развил я ее, но она у меня в определенный момент так же и остановилась. Но у меня там был какой-то отрывок, отрывок я хотел начать именно начать с детства Зильмхана. И вот детство Зильмхана, примерно, когда Зильмхану было 7 лет, вот точно не помню, где-то 7 лет была казнь предводителя восстания Алибека Хаджи Алдамова. И я туда его тоже, я эту тему хотел расширить, там туда тоже кусочек клинился. А потом походу я писал, и я резко этот отрывок оттуда выдернул и решил сделать из этого отдельное произведение. И вот так получился, уже получилась поэма Алибек Хаджи. Она отдельно вышла, и Зильмхан у меня вот недоработанным остался. А потом уже Зильмхан у меня уже достаточно, объемно написан. У меня где-то 1500 строк Зильмхана уже есть, хотя эта поэма еще далека, скажем так, еще от завершения. Но в любом случае, я не знаю, я пока почему-то работаю вот в нескольких планах. У меня сейчас завершен Алибек Хаджи Алдамов, уже эта поэма ушла в печать. Эта поэма ушла в печать. А Зильмхан у меня написан где-то наполовину, это еще в работе. Сейчас я уже начал работу над уже еще одной новой поэмой. Это Кунта Хаджи Кишиева, это наш святой устаз. Вот именно. Там это Кунта Хаджи для меня это уже новая какая-то вершина, скажем так. Потому что там слишком много исламской мистики, много исламской философии. Это я именно новой традиции, скажем так, вот именно мистического ислама. Потому что Кунта Хаджи это очень знаковая фигура для Кавказа. Не только для чеченцев, это для всего Кавказа, для вообще всего исламского мира. Для именно суфизма это очень знаковая фигура. Это человек, который оказал очень сильное влияние на очень многих знаменитых людей, в том числе на того же Льва Толстого, на того же Махатму Ганди. Ну это уже преемственность, там уже идет цепочка какой-то преемственности. Зелимхан, когда думаешь закончить? Я предполагал закончить Зелимхана в 23-м году. Я предполагал. Но человек, как известно, предполагает, Аллах располагает. Сейчас ты работаешь над чем? Сегодня? Сегодня я работал над... Я вот начинаю с января, тотально редактирую Алибека Хаджи. Я то вот думаю, вот этот вариант у меня совершенный и скидываю его. Потом через буквально, вот как только я его скидываю, я нахожу новое место, вот где я недоволен, вот где надо что-то подправить, где что-то... Вот я абсолютно, не знаю, буквально на днях я завершил, почти два месяца. Я поэму написал, за два-три месяца я написал. И почти столько же времени я потратил над шлифовкой этого произведения. Оказывается, написать одно дело, чисто повинуясь вдохновению. И вот я сейчас завершил его. Все, эта книга уже ушла в печать. Я читал эту поэму. Я внимательно читал. Мне она понравилась, во-первых. Там есть нововведения. Два вступления. Да. Это мои художественные приемы. Это... Да, это довольно интересный прием. И еще мне... Разбирая эту поэму, я обратил внимание, она читается на одном дахане, читается все это. И эта поэма у меня оставила такое впечатление, как будто я был соучастником этих событий. И такое... Просто это такое пустота в душе, казнь, все это прошло. Опустошелась какая-то. Большое впечатление. Большое впечатление это произвело на меня. И там еще интересно одно. Когда ты даже начинаешь эту поэму, говорит природа. На первый план выходит природа. Это март. Начало марта. 1878 года, да? Это март. Весна. Давеча было тепло. Солнце было. А в день казни, как будто природа разгневалась. Пурга, снег, ветер, холод. И с этого начинается поэма. Как будто ты в это все, в этот момент вкладываешь в это. Вот очень интересный прием. Расскажи, вот как он работал с этой поэмой. Вообще, над любым историческим произведением, когда начинаешь работу, ты в первую очередь чувствуешь ответственность. Ты уже должен быть хозяином каждого слова. Потому что ты понимаешь, что каждое слово может аукнуться в первую очередь в твой адрес. В данном случае адрес автора. Я эту поэму, когда писал, я даже не знаю, я осенью, вот когда я в Зелимхана вот этот отрывок тискивал, я почему-то написал, что был март, ну там снег шел. И потом я сижу, думаю, откуда, с чего я решил, что в этот день был снег. Я думаю, с чего ты решил, что в этот день снег был. Или ты это для фигуры речи, или для живописности, для этого это пишешь. А потом, когда уже молния в горах, уже в переводе Абузара, Эдамирова. И я у него читаю, действительно, вот это снег. И меня этот факт немного даже шокировал. Вот это какая-то, не знаю я, мистика или как она. Это вот с чего я вот просто так, наугад я написал про снег, а оказывается, тот же снег действительно там был. И вот сама вот стихия снега, она мне всегда нравилась. Снегопад, стихия снега, если кто-то вот что-то из моего этого читает, он поймет, насколько вот эта стихия снегопада, она мне близка, вот насколько она прочувствована, по мере моих сил она мной прочувствована. И вот именно этот снег, я вот в конвой этой поэмы, именно, это снегопад, это как бы третье действующее лицо. Там два плана, и снегопад, это третье действующее лицо. Он постоянно меняется в разных вариациях. Иногда, когда ты начинаешь писать, ты уже теряешь контроль над собственным, таким мысленным, скажем, усилием. Ты же мысленное усилие прикладываешь, каждое произведение. Тебе это надо написать, какую-то визуализацию создать. У читателя, когда ты читаешь, если читатель не чувствует зрительного образа, значит, это уже не кудышные. Ты пишешь, ты для себя пишешь. В первую очередь, задача любого художника слова, это создать зрительный образ. Если нет зрительного образа, значит, твоя писанина, она не к черту, она не удалась. И мне важно было создать в первую очередь для себя этот зрительный образ, а уже от себя, уже для читателя. Природа, снег, метель, холодно, люди с окрестностей, согнанные туда. И идет описание места казни. Идет описание, как их приводят к месту казни. Там еще есть два действующих лица, Смекалов и Арцуев. Чермоев. Мне было интересно вот этот факт, как Ума разговаривал с Чермоевым. Когда первый раз он сказал, скажи этим, не надо подгонять кого-то, мы сами выйдем на этот эшифот. Кого нам бояться? Ты, мол, скажи этим своим. Тот кинул Смекалову, тот дал команду отставить. Вот этот момент, очень сильный момент. Идет на казнь немолодой человек, старик. И казнят его и сына. Это очень сильный момент. И он говорит, слушайте, успокойтесь им. Что вы тут? Очень интересный момент. Еще момент разговора, когда Чермоев обращается к нему, ведь я тебе несколько раз, несколько раз мы с тобой разговаривали на эту тему, я тебе говорил, брось все это, ты не победишь. И Ума говорит, я знал, что победа, возможно, будет диземной, но не поднял этих людей, вы их подняли, вы заставили этих людей стать против власти, ваша работа, вот эта, не моя, а ваша работа, в таком плане диалог у них идет. Да, вот, я Абузара читал, Абузара по тем временам, Абузар по-другому и не мог писать. Абузар очень ярко описывает эту ситуацию. я пересмотрел это через призму своего восприятия, вот нынешней действительности, вообще историческая действительность, я это пересмотрел, я это воспринял, как два взгляда вот нашего общества, вот на дальнейшее развитие нашего, именно, чемского народа. вообще, мне кажется, что среда, не кажется даже, я знаю, что среда сформирует сознание, среда формирует в первую очередь. Ума Дуев, это был человек своей среды, он был искренен, мужественен, достойным. Арсур Чермовев, генерал, царский генерал, это был человек своей среды, он тоже был искренен, вот именно для своей среды. Самое главное для обоих из них, вот новое понятие сформировано нохчала, вот раньше говорили ну сейчас вот у нас сформировалось такое понятие, но может это раньше было, я не знаю, я не хочу, я в этих вопросах не разбираюсь, но я хочу сказать, что для меня и Арсу Чермовев, и Ума Дуев, они оба вот это представители своего народа, по-разному видящие перспективу, по-разному видящие перспективу развития своего народа, оба искренне в этом плане кого-то из них обелять, кого-то очернять, я считаю недостойным, поэтому вот я именно как бы отошел в сторону, вот именно в этой поэме, отошел в сторону и между ними идет диалог, и оба они мне близки, когда я работаю, я стараюсь вот работать именно вот у меня вот в голове, я не знаю, я это не умышленно делаю, это для меня это естественное состояние, вот я хочу, чтобы то, именно моя, не буду я грубить в отношении своего творчества, называть писаниной, но я хочу сказать, что я хочу, чтобы мое творчество объединяло наш народ, объединяло, связывало наш народ, потому что мы одно целое. Диалог между отцом и сыном, умой, да-да. Сын просит, чтобы первым сняли кандалы отца, ему будет трудно видеть последний, казнь последнего сына. И тот спрашивает, ты что это у них, ты что с ним разговариваешь ума? И он говорит, я хотел это, это, чтобы очень ты был первым, что трудно будет видеть меня в петле. Он на него, как тебе это самое, я отца, брата, сына похоронил в бою. Я вытерплю и твою гибель. Ты не опускайся до такой степени, чтобы можно кого-то что-то просить. ты должен умереть, волк, а не как шакал. Довольно по-чеченски. Ну, в любом случае, несмотря на какой-то художественный уровень, я всегда стараюсь держаться за свою родную ментальность, за свою чинскую ментальность, потому что это близко, это во мне, это наше. Это диалог. Вообще, Умма Дуев в плане исторической фигуры, это фигура недостаточно оцененная. Да, неизученная еще до конца. Неизученная. Умма Дуев это очень крупная историческая фигура для чинского народа, очень мужественная, очень достойная уровня. По-моему, Зумсо он оттуда по-моему. Зумсо, да, он имам Шамиля был. Это человек действительно очень крупного исторического масштаба, недостаточно оцененная фигура. Хотя он достаточно известен, но именно в плане именно описания какого-то или какого-то притворения в художественные образы, вот в этом плане он. Это человек масштаба Байсангура Беноевского, Зелимхана Харачоевского. Это крупная фигура. И эта драма отца и сына, драма отца и сына, она всегда близка для чеченской ментальности, для нашей ментальности. Поэтому я знаю, что многие люди с корректурой, эта поэма произвела сильное впечатление, она и на меня произвела, хотя я ее и писал, но я всегда говорил, везде говорил, что авторская заслуга не самая большая. Он записывает, автор записывает, эта информация, она не рождается в нем, она внутри него не рождается, эта информация, она имеет природу, внешнюю природу, она идет с внешней стороны, и ты ее записываешь. Ты сидишь, когда ты начинаешь писать с пером в руке, ты ее ждешь, ты ее ждешь, и она идет, то ты ловишь волны, когда ловишь волну, она идет, когда волну не ловишь, она не идет, ты ее записываешь, записываешь, все происходит Без повеления Аллаха, без его повеления ничего не происходит. Когда говорят, это талантливый автор, это такой-то... Я бы назвал поэта талантливым космическим блогером, ловящим связи с вечностью. Примерно так. Может, неудачно сформулировать, но это примерно так. Вот определение поэта. Оценка творчества поэта. Это оценка его, сама оценка его, оценка поэмы. И я считаю эту поэму большой удачей поэта. Она очень полезна будет нашему читателю, особенно молодежи. Чтобы они знали наши герои исторических личностей. Чтобы воспитывались на примерах этих мужественных людей. Они так описываются в поэме. Они таковыми были в жизни. Они писали не только Тугузу, они писали и другие. Но то, что Астамбек написал, это особенно... Астамбек, я тебе благодарен, что ты пришел сюда. Я думаю, это не последний раз. Баркал, дэри из хэл. Гурдова дьорда. Астамбек. Рядом. Р声 implementation. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...